Всем привет, друзья! Привет-привет! В эфире очередная распаковка потерянных посылок. 10 коробок по 5 долларов, как всегда, с надеждой на что-то интересное, увлекательное. Ну и, возможно, в цене тоже нас порадует. Поэтому открываем первую коробку. Смотрим. В первой коробке... Ух ты! Что-то интересное. Шар волшебный для гадаллок, наверное. Нет, это, друзья, очередная царапка, но какая-то... Необычная. Необычная. Смотри, треугольники. Ну, такая нам точно не попадалась. Да, точно не попадалась. И, скорее всего, надеюсь, все есть инструменты. Даже отвертку положили. А это что такое? Присыпка. Не знаю. Типа, сыпать и удовлетворять котов. Их не вкус. Угу. Так, ну и вот как-то так оно все разболтано болтами. Поэтому предлагаю быстренько собрать, посмотреть, что же это. Царапки нам попадались не одна, поэтому это, скорее всего, точно удивит нас сегодня. Итак, друзья, посмотрите, какая замечательная царапка. Вот я продемонстрирую даже. Типа вот так, вот так. Интересной формы. Вот эти не крутятся. Может, их надо чуть отжать тогда. Ну, вот это понятно, непонятно. Здесь дырка-дырка. И вот так вот. Можно пошкряпать. И... И это в первый раз. И мы уже почти Лена говорит, давай, давай, кота, давай хоть какое-нибудь. Поэтому смотрим картинки, что у нас тут по-быстрому. Друзья, 26 долларов. Я бы дала подороже, если честно, да. Все с натуральных материалов. Наверное, интересно. Кот будет довольный. Видишь, у него уже довольное лицо. Хорошие нам находки попадаются для домашних питомцев. И да, я буду, наверное, настаивать. Может, это? Самому сидеть, вот, допустим, если настроения нет или разозлился, или такое. Нет? Мне больше понравилась твоя улыбка. Медитация. Хорошо, давайте продолжаем. Первый товар был отличненький. Второй товар. Тут интересная коробка. И вы сейчас тоже удивитесь. Это кран. Почему я сказал удивитесь? Потому что у нас этой компанией уже попадался. И смотрите, какая штука. Тоже кран? Да, тоже был кран, его продали. Черный, матовый. Так, ну вот здесь вот шлангочки у нас есть. Все. Черный, матовый, смотри. Нам попадался другой. Но вот эта компания Кэс, она дорогая сама по себе. И вот, видишь, какие изгибы, изящества. Фильтр стоит. Здесь, получается, краники. Для холодной воды. Для холодной, горячей уже. Хорошо. Этот товар, он такой специфический. И поэтому тоже мы подумаем. Нам оставить или на продажу. Это уже дело такое наживное. Пока посмотрим цену. Товар на сайте Amazon. И цена на такой кран. Так, подожди. Вот. Без дрейна. 90 долларов. Дрейн это вот эта вот штучка еще идет у них. 90 долларов. 90 долларов. Но и у него есть сборка отличная. Вот эти вот шлангочки. То есть там все легко. Они там клац-клац. И все. Все просто вообще. Поэтому давайте. Давай разбирай башню. Вот эту, да? Я уже глазом туда так моргнул. Хорошо. Следующая коробка. Раньше жена сказала, давай разбирай. Так. О. Я уже вижу. Что-то белое. Шторы? Белое. Ну какие-то красивые. Или постельные? Это постельные. Я не думаю, что нам с таким узором у меня вспоминается было. Бохо. Бохо. Да. Но белое. Ну шторы тоже могут быть в таком стиле. У меня вообще все в голове перемешалось. В белом цвете, друзья. Смотри. Этим летом нам самое большее вообще попадалось из текстильного за все время. Нет, это постельные. Да? А я что, сказал шторы? Нет, ты сказала шторы. Я предположила. Да я сказал пасти. Взмахнул. И так, наволочка. Ой, какая-то маленькая, кстати. А, Антон. Да я фокусник такой. Хорошо. Там, наверное, микрофитра, да? Вот узор. Нет, другой нам узор попадался. Мэплстон. Но похожий. Стопроцентный полистер. Да. Хорошо. Это может быть декоративно, как нам бывает попадается. И, скорее всего, оно популярное становится в наших передачах. Ну, симпатично, да. А еще нам писали, что можно на таком спать. Ты же укрываешься и... На декоративном? Так это, наверное, пододеяльник. Ну, да, скорее всего. А, то есть это не просто, точно. А хорошо, на которую? То есть вот это чисто визуальная часть. То есть это все для декорации комнаты, да? Ну, спать тоже можно. Так, я вот вроде бы нащупывал этикетку. Замок, да. Ну, даже смотри, замочек они придумали. Смотри, бренд влепили на язычок. Ну, насколько люди постарались. Так, ну, здесь не написано ни размер, ничего. Мэплстон. Вообще ничего? Нет. Размеры какие-то? Нету? Давай, раскрывай, показывай. Все по нулям. Ладно, раскрываем, меряем. Ну, как ты думаешь? Квин? А может, и кинг? Не знаю. Ну, наверное. Хорошо, давай мы тогда быстренько замерим. Мы тогда найдем цену на этот замечательный товар с таким узором. И будет радовать глаз. Ну, вообще у меня решает по этим делам все моя любимая жена. Я не решаю ни один товар, какой оставить, какой продать. Не надо. Кроме тех, кто мужских товаров. Да. Тогда я вношу свою лепту. Все, что связано с домом, декорацией, женская кухня, еда. Это вот вопрос к моей любимой жены. Но я всегда советую. Не забывай. Отлыбка, конечно. Смотри, так и пишут. Постельный набор, да. Стиль бохо. Бохо, как правильно? Я думаю, ударение, неважно, бохо или бахо. Я думаю, большинство поймут, что это за слово. Можете написать. На какое ударение. Итак, наш цвет, наш размер квин. И цена 40 долларов. Я бы дала подороже, если честно. Плюс такой цвет, он подойдет под любой цвет стен, под любой цвет штор. Не будет вот этого винегрета. Да, в комнате. А я бы и за винегрет. Да. Не против. Хорошо. Тут бумажка. Бумажка это не продается. Так, давайте следующую. Так же и продолжаем, да, башню разгревать. Да. Это не упадет штука из. Все. Хорошая находка, мне понравилась. Главное, бохо. Так, что это? Это вообще полупустая корзина какая-то. Так, ну это органайзер. Это органайзер. Я еще раз повторюсь, это органайзер. В офис, да. В офис. Очередной. Чего? Такого нам еще не попадалось. Вот именно, такого нет. Но у нас есть, ну у нас много короче их, поэтому нам позволяет в принципе возможности все менять, смотреть и раскрываем. Да, да. Такое точно оставляем к себе, друзья. Ой, документов становится все больше и больше, потому что семья большая. Типа вот так как-то. Как-то да. Да. Это девайтер. Вот она. Вот, да. И ты тут раскладываешь как хочешь. Разделитель, да? Ну в принципе удобно. Ну можно, я думаю, чтобы она не мешала, можно вообще их повытаскивать и просто сюда накидывать. Так наоборот, это разделитель есть. В этой папочке, допустим, все документы связаны с прививками для детей. Подписать вот здесь. В этой папочке, допустим, документы на дом. В больницу приходим, а тут по алфавиту все распилилили. Я не знаю, мне кажется, это будет неудобно. Вот тут что-то написано. И смотрите, там как бы, о, и наклеечки есть. Ну хорошо, ладно. Теперь удобно. Да ладно, раз наклеечки. Вопросов нет. Да-да, снимаем вопрос с повестки дня. Кто попытался написать нам, вы что. Это хорошая находка, да. Да. Так, хорошо, наклейки сыграли, не будем долго на этом останавливаться. Стандартный органайзер, стандартное применение, поэтому просто смотрим цену. Точно такой органайзер для папок разных, документов. Кстати, картинок нет, друзья. Нет. Вам повезло. Сегодня да. Этот единственный набор будет без картинок. Пора праздновать. Я, кстати, думал, наклейки будут по-другому. Что-то клеится на саму вот эту полоску. А оно, кажется, сверху. Вот так вот. Кто не стал клеиться. Ой, друзья, цена 28 долларов, а было 30, да? Целых долларов. Ну, я думала, подешевле будет. Подешевле? А видишь? Вот в жизни все так. Думаешь, подешевле, а оно дороже? Да, да. Так, давайте. Она тут так наклоняется. Там, да. Написано, что ты обьющийся. Осторожно. Это она уже вон выпадает. Смотри. Ой, мне не нравится этот звук. Как бы я сейчас не хотел что-то собернуть, вот если честно. Вот прям вообще не хотел. Прям настроения вообще нет собирать. И да, и да. В белом цвете. Что-то металлическое, да? Мне вообще это не нравится уже. Это органайзер. Очередной. Ой. Органайзер всем органайзером. Ну что ж. Может, кто-то его собирал, нет? Ладно. А какой? Ой, смотри, какой большой. Да надо две. А нам попадалось. Да, но не такой. У нас... Здесь трубки? Да. А у нас были такие тоненькие штучки. Оно там шаталось, все держалось. Но тем не менее, мы его продали, он ушел, людям понравилось. Все остались довольны. Здесь будет помощнее, но... На присосках каких-то, да? Возможно. А, точно, да. Это присоска. А, вот присос. Видите, друзья, все для организации. Это, наверное, в колодок. Ну что, будем заставлять Антона собирать. Да. В третьем лице я говорю. Потому что я тоже себя буду заставлять. Мне хотелось. Ну ладно, поехали. Чем вот не порадовать зрителей? Вот сборка, чтобы все посмотрели, как все видят. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал. Это поможет росту нашему каналу, конечно же. И вы станете частью нашей истории тоже. Все, собираем. Итак, друзья, страхи мои развеялись. В принципе, не тяжело ее было собирать. По сравнению, бывает часами. Здесь все заклепывается. Трубочка в трубочку. Здесь навешивается. И так у нас шесть этажей. Для хранения каких-то веществ или чего-нибудь на вот такие вот дверь. То есть, в принципе, как вариант очень удобный для сохранения места в вашем кладовке. В вашей кладовке. Что мне понравилось? Две последние корзинки. Большие, да? То есть, там можно бутылки ставить. Да. Или бутыля. Можно в лондри. Прачечные для химии. Вот. Можно в кладовку с продуктами. У жены моей всегда отличная идея. Она знает, куда это применить. В отличие от моего маленького мозга. Поэтому еще классно есть присоски. Можно присосать. И все. Тогда смотрим цены. Товар на сайте Amazon. И цена такого органайзера 60 долларов. 60. Вот вы представляете. Очень удобный органайзер. Сразу смотри. Двойная экономия. Экономия в деньгах. Экономия в сохранении места. Ведь можно же просто, допустим, сделать модификацию. Если что-то большое. Поставить корзины большие посредине или сверху. Или вообще оставить 2-3. И все. И поставить швабру какую-то. Хорошо. Давайте продолжать. Берем следующую коробку. Самая длинная на сегодня. На сегодняшнюю распаковку. Итак. Раз. Смотрим коробку или мои эмоции. Ладно. Я так. Или мои эмоции в коробку. Ну что ж. Привет, животный мир. Это у нас вторая сегодня штука. И это кровать для... Батут. Кровать-батут для собак. Батут. Смотри. Та же самая фирма. Та же самая. Та же самая. Та же самая. Ну, видно, хорошего. Ой, опять приглашение стать... Нет, там карточка. Ну, карточка. Стать членом этой группы. Да. Этого бренда. И на карточку, наверное, какие-то накопительные поинты или еще что-то. Скидки. Возможно. Итого. Уголок. Уголок. Четыре уголка уже есть. Хорошо. Хороший бренд, качественные товары. Да. Так. Что ж, осталось собрать батут и посмотреть цену. Так, к нам присоединился оценщик наших товаров. И как? И как вам, девушка? Нормально? Нравится? Аккуратно. Осторожно. Так ты попрыгай чуть-чуть. Ну, хорошо. У нее настоящий батут, зачем ехать? Давай, ручку сходи. Оп, молодец. Хорошая находка. Металлическое вправо. Оно хорошо все скручивает. То есть оно довольно-таки, я так думаю, не разболтается, если собаки захотят там попрыгать, пригласить друзей и все такое. О, вечеринку строит. Давайте посмотрим цену. Товар на сайте Амазон только на американском. Точно такой лежак. А там еще ножки, получается. Как лапки. Формы лапки, да? Да. Хорошо. И цена, друзья, черное оправо 58 долларов. Да. Но это американский. Ого. Смотри, друзья, размеры большие, конструкция прочная, хорошая. Металл, да? Да, вот оно уголки металлические, оправо металлическое. То есть скручивается хорошо болтами с четырех сторон. Возможно. Ну и вот видите, веселое лицо собаки, как ей нравится на таком лежаке. На наши доллары, на канадские, это 79 долларов. На минуточку это очень хорошая цена. Оценщик товаров сказал, принимаем. А мы продолжаем. Что-то тяжелое. Я сейчас быстренько открою. Мишка. Да. Так, я быстренько открою. Не терпится. Что же там такое? Ой, какая упаковка интересная. Ну, что ты. Опять решетка на гриль. Опять решетка на гриль, поэтому она была такая тяжелая, потому что она, смотрите, какая металлическая, металлическая. Нам в прошлый раз попадался набор. В один из упаковок у нас было, поэтому мы их продали. Они не подошли к нашей барбекюшнице. Я пытался поменять. Сейчас я быстренько проверю вот это. Проанализирую. Мишек, ты чего? Проанализирую, посмотрим. И уже решим, что с этим делать. Но металл есть металл. Товар на сайте Amazon. Хорошие отзывы, многопродаж. Две в наборе. Металлическая сетка. Да? Помощница наша. Ну. И цена, друзья, 63 доллара. 63? Да. За две решетки? Да. Но металл есть металл. И плюс они хотят за доставку 21 доллар. Ну вот видишь, смотри, за то, что вес такой тяжелый на вот эту штуку. Соответственно, доставка тоже увеличивается. Хотя, если у кого есть прайм, тем, возможно, получат это без доставки. А для какой модели? Модель вот у них идет реплейсинг. Next Grill какой-то, да? Какой-то, да. Хорошо. Какой-то специальной барбекюшнице, да? Да. Хорошо. Итак, рассказывай. 84 доллара за две такие решетки. Значит, что я сделал? Я пошел, померил на нашу барбекюшницу. И она, ну вот она впритык по длине, а по ширине две не поместится. Поэтому мы будем продавать. Решил я. А мы продолжаем открывать следующую коробку с наинтереснейшими товарами. Я плачу. Да. И тут, да, что-то у нас опять текстильное. Нет, да. Шторы. Текстильное, тактильное. Приятное на ощупь. Люверсы. Да, все это шторы. Значит, можем дальше не открывать, не показывать. Давай, давай, это тоже интересно. Смотрим цену. Они всегда нам попадаются разные. И это еще одно отличие. Смотри. Это штора типа тюль. Да. Ого, это длинное все. Это точно больше 84, это, скорее всего, даже будет 96 и выше. Да? Для высоких потолков. Для высоких потолков. У нас высокие потолки, ну, у нас относительно 9-футовые, в принципе. Так. Ну, симпатично. С вышивкой. Да. Это ты не той стороной нам показала, или той? Той, той. Да, такая вышивка. Симпатично. Симпатично. Я решила, все, что большого размера, все, что надо подшивать, мы продаем. Потому что это, наверное, я не знаю, сколько долларов 40 плюс, надо будет потратить, заплатить. Нет, исполнимое прошлое подшивание. Это около 100 долларов было, нет? Нет, ну, где-то 50-60, смотря... Я все хочу цену добавить, а ты никак. Все равно это дорого, поэтому нам попадаются хорошие варианты и нашего размера. Все, это штора по-любому нет, да? Все, вот ты решила. Хорошо. Будем продавать и смотрим цену. Теревятек, решила замарить тервячка. Так, семейших замаривает тервячка, а мы пока смотрим цену. Нет, папа не хочет. Цена, друзья, на такой тюль. На такой тюль. Как нам писали, мужского рода. Да. 40 долларов наш размер. Симпатично, да, в интерьере. Украсит окно. Да. И цвет, смотри. Вайн бич. Бич, бич, бич. Короче, винно-бежевый. Красивая растетка, да. 40 долларов? Да. Все, ты как думаешь? Да, да. Да, давай следующую коробку. Давай. Можно я вам помогу? Давай. Не тяжелая? Ну такая, да. Что-то там тоже будет. Интересное. Надеюсь, не опять гриль. Мы такие с Леной подумали, думаем, зачем нам решетки на гриль? Нам надо гриль просто новый. Вы же видели цену какую-то. Купи решетку на нашу барбекю. В половину стоимости гриля. Так, держи коробку, я буду основать. Хорошо, давай. О, что-то интересное. Ну вот опять. Ну только же сказал. Барбекю гриль. Вот только же сказал. Надеюсь, что-то не на гриль. Ой, ты все. Чехол на барбекюшку. Да, чехол на барбекюшку. Давайте. Открываем, Миш. Давай, открывай. Так, давай мы откроем и посмотрим. Так, все, друзья, разворачиваем, смотрим. Очередной чехол. И он тяжелый. Ну это да. Ну смотри, у него есть две ручки, видишь? На большой барбекю. Стандартная. Стандартная большая барбекю. Ну ездишь маленькие, однокомфортные. Хорошо, мы сейчас... Нет размеров. Размеров, да, нет. Но они, я думаю, пойдут на все вот... Покажи внутреннюю сторону. На все трехкомфорочные барбекюшки. То есть оно погода устойчивая, стандартная. У нас тоже такая есть. Не, ну это, скорее всего, огромная. Нашли мы точно такой же чехол. 60 дюймов на 42 дюйма в высоту. То есть это да, в принципе, огромная такая большая барбекюшница. Ну и как видите, погодные условия даже от солнца защищает. И все такое. Хотя летом редко, наверное, кто использует. Ну и вот модели... Ну от пыли, почему? Ну возможно. Особенно да, если надолго уехать. Хорошо ты подметил, молодец. Не надо мыть постоянно. Ну и такие вот модели стандартные, как и у нас. В принципе, похожи. И цена сколько? Наш размер... Наш размер 38 долларов. Но это с учетом сытки было 56, да. Отличненько. Июша. И так, плавненько переходим к нашей последней коробке на сегодня. Такая вот она у нас широкая. Большая, можно так сказать. Вот Амазон. Вот Амазон. И... Та-да-да-дам! Трам! Ой. Что-то детское. Что-то детское. И это коврик! Детский, да. Наконец-то попался. Миюшки. Настоящий детский ковер. А не то, что попадалось нам, которое мы стелим. А тут будет уже детское. Так. Миюшек, твой выход. Давай. Нам попадался. Детский? Да. Вот такой же? Только другая рассветка. Та-дам! Мне кажется, побольше он был. Такой маленький. Миюшек, идешь пробовать? Давай. Детский, интересный, да. Смотри, какой интересненький, мягкий. И дорога тебе, видишь? Выбирай любую тропинку, которую хочешь. Дом выбирай, любой. Куда ты хочешь пойти, погулять. В парк, на карусели, в аэропорт. Просто в церковь сходить, если захочешь. Там сходить на работу, видишь, стройка идет. Это типа я. К папе на работу. Да, да, да. Так, ну все. Интересно? А мне кажется, там, возможно, коврик для машинок маленький. А может, там, может. Учите, видишь? У нас Миюшка проявляет интерес к машинке. Знаки, да? Дорожные, да? Да, седофоры. Ну, просто побибикать по дорожкам, поесть, знаешь. В принципе, интересно. Миюшек, ты что? В принципе, интересно. Хорошо. Давайте быстренько посмотрим цену на такой интересный товар, который у нас оценила наша маленькая дочка. И тоже на Амазоне. Точно такой вот коврик детский. Там вообще можно его закрывать и ставить, нет? Или чисто для детей? Ну, и игровой коврик, думаю. Хорошо. Будет играть. Хорошо. Цена маленький у нас. 80 на 120 сантиметров. 38 миллионов. Ну, тоже. Так, и что ты планируешь? Давай, рассказывай. Рассказывай, что ты планируешь с этим ковриком? У нас есть. У нас есть? Побольше. Мне кажется, точно такого материала, только больше большого размера. Продаем, да? Это да. Хорошо. Раз есть, потому что я уже не помню, что у нас там есть. Поэтому все, подводим итоги, сообщаем выгоду. Друзья, подведем быстренько итоги нашей распаковки. Тюль будем продавать. Тюль красивый. Да, да, да. Никакой не привыкну правильно говорить. Красивый тюль, но будем продавать. Не хочу платить деньги, еще что подшивать. Так. Когтедерку продаем? Да. Но интересная идея, да. Мне она понравилась. Хорошо, кран. Кран тоже продаем. Да. Сейчас популярно в черном цвете. Я думаю, быстро продадим. Быстро, потому что много ремонтов делать. Пока сезон идет. Да, обновляем. Пока тепло. Органайзер для папок оставляем. Я уже вижу, что будет удобно. Миюшка. Постельная в белом цвете. Стиль бохо. Бохо. Будем продавать. И решетки на барбекю тоже будем продавать. Лежак. Продаем? Да. Барбекю продаем. Ковер для барбекю продаем. Органайзер. У меня есть такой похожий. Я довольна. Зачем мне второй? Будем продавать. Коврик тоже. Ну, если бы побольше, я бы, наверное, оставила. А так он маленький. Ну, в принципе. Хорошо. Значит, на сегодняшнюю сумму 523 доллара. В 50 мы затратили. Выгода 473 доллара. Как всегда, отличная выгода. Так, а ну, слезь со стула. Все, друзья. Всем спасибо, кто досмотрелась до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастьем вместе с нами. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.